Сегодня у нас 201 выпуск открытой политики, обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. И мы наконец-то вырвались из своего домашнего карантинного формата на оперативный простор. Надеюсь, что так и продолжится далее. В минувший понедельник оперативка в Белом доме была достаточно короткой, длилась менее часа и, в общем-то, тоже была немножко нетипичной для последнего времени. Не все время оперативного совещания было посвящено проблемам коронавируса и пандемии. Очень много говорили про экономику, но давайте обо всем по порядку. Вступление Хабирова на оперативное совещание было достаточно коротким. Он упомянул о новом назначении городоначальника города Салавата и о том, что 24 мая случится у Роза Байрам. Но он смог договориться с духовенством, с мусульманским духовенством о том, что мусульмане не будут отмечать этот праздник в своем традиционном формате, не будут массово собираться, приходить в мечеть на богослужения. Уже на следующий день после оперативки религиозные лидеры республики призвали верующих не делать этого, не собираться в мечетях, не собираться по домам в большом количестве, чтобы отметить самый главный праздник для мусульман. В общем, в принципе, это правильно. И, как отметил самый главный наш руководитель духовенства Башкортостана, значительно более богоугодно сохранить свое здоровье, нежели отдать почести Всевышнему. И, в общем, на вот этой теме вступление Хабирова закончилось. Слово передали Максиму Васильевичу Забелину. Максим Васильевич традиционно говорил только о цифрах, сообщил нам, что на понедельник 2155 заболевших COVID-19 в республике Башкортостан. Из них уже треть выздоровела, это 669 человек, еще 670 находятся в больницах, ну и, соответственно, примерно треть от этого количества, общего количества, находится на амбулаторном лечении дома. 41 человек находится в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Также Максим Васильевич сообщил нам, что за минувшие сутки в республике отмечена вспышка заболевания ОРВИ. Немного, немало, 700 человек зафиксировано с этим заболеванием, то есть острая респираторная вирусная инфекция. Тут, конечно, напрашивается вопрос и предположение о том, что в связи с тем, что Владимир Владимирович Путин у нас практически завершил эпидемию собственным решением, видимо, и в регионах, и в региональных Минздравах теперь происходит массовая подмена понятий, и заболеваемость коронавирусом теперь называется заболеваемостью ОРВИ. Потому что, ну, совершенно нетипично, непонятно и странно в течение суток получить вспышку в 700 человек, которые теперь не признаются заболевшими коронавирусом, а признаются заболевшими острой респираторной вирусной инфекцией. Является ли коронавирус вирусной инфекцией, наверное, вопрос риторический, но вот вопрос, как называть. Также Максим Васильевич отчитался о ситуации с вахтовиками. Здесь у него, как обычно и традиционно, ничего не сложилось с цифрами. Наряду с тем, что в начале своего доклада Забелин говорит о том, что в обсерваторах находится 1641 человек, одновременно с этим он отмечает, что всего было интернировано в Башкирию 2591 человек вахтовиков с месторождения «Газпрома», из которых 180 отпущенные, эти цифры никак не бьются между собой. То есть, если из 2591 человека вычесть 180 человек уже отпущенных и даже вычесть 47 госпитализированных, все равно никак не получается 1641. То есть, все время напрашивается вопрос, что не всех вахтовиков, что ли, в обсерваторы отправили, хотя утверждали, что так будет. В общем, очередной раз Максим Васильевич показывает свое неумение обращаться с цифрами и давать какие-то цифровые выкладки. Также Забелин сообщает, что у него на данный момент задействовано 1329 коек в первой очереди. Надо отметить, что терминология Забелина все обогащается и обогащается, становится все более запутанной. И мы теперь уже не понимаем, где же те самые 3700 коек, о которых он рапортовал буквально недавно, и являются ли они коеками первой очереди, второй очереди или третьей очереди, уже теперь трудно, наверное, судить. Но, в общем, теперь он называет цифру 1329, из которых всего 38% загружены больными COVID-19. Самое главное, что сказал Забелин в своем докладе, это то, что на момент его доклада, на 18 мая, все выплаты, положенные выплаты, дополнительные выплаты, обещанные Владимиром Путиным, осуществлены в адрес медиков, работающих с COVID-19. Однако, огромное количество сообщений, публикаций в СМИ и другой информации говорит совершенно об обратном. На самом деле, медики Башкортостана в должной мере и в той форме, о которой говорил Владимир Путин, денег не получили. Путин буквально накануне объяснил, что не нужно формализовать вопрос, не нужно устраивать, значит, какую-то излишнюю канитель, как он выразился, и нужно выплатить всем, кто работает с инфекцией, так или иначе. Вот эти положенные цифры. Врачам по 80 тысяч, медсестрам по 50 тысяч, техническому персоналу, это водители и прочие, они должны получить по 25 тысяч. Кроме этого, Путин отдельно уточнил, что сотрудники скорой помощи и вообще взаимодействовавшие медики с этой инфекцией должны получить выплаты. Однако, в Башкирии все, как обычно, идет не по уму. В больницах начали вычислять, высчитывать часы, минуты и даже секунды контакта медиков с больными COVID-19 и выплачивать пропорциональные выплаты. В итоге мы видим квитки, например, медиков из Белебея, где начислено за работу с COVID-19 147 или 200 рублей. Вот такая позорная ситуация, конечно, но она чем дальше в лес, тем толще партизаны, как известно. То есть, чем дальше от столицы, тем тупее и наглее начальство, в том числе и в этой медицинской сфере. Они даже не подумали о том, что начислив 147 рублей людям в качестве компенсации за работу с инфекцией COVID-19, они неизбежно, гарантированно вызовут вот такую реакцию, вот такие последствия. Но мозгов, как говорится, в провинции немного. Также есть проблемы с выплатами медикам, работающим на скорой помощи. В нескольких районах Башкортостана врачи скорой помощи сообщили о том, что они вообще не получили никакой компенсации, несмотря на то, что они принимали и транспортировали больных COVID-19 в районные больницы. Им было заявлено, что вы не имеете там какой-то категории достаточного допуска и прочих вещей, и никаких компенсаций не получите. Но позвольте, тогда, наверное, они не должны были и помощи оказывать людям с этой инфекцией. Но врачи устроены по-другому, они не могут отказать человеку в помощи, в том смысле, что если помощь вызвана и карета скорой помощи приехала, они видят, что человек находится в опасном состоянии, конечно, они его будут госпитализировать. Конечно, они с ним будут работать. А вот потом наступает вот эта вот подлость и мерзость, которую демонстрируют чиновники от медицины в Башкортостане. Я имею в виду вот эти вот манипуляции с выплатами. В общем, тут Максим Васильевич, конечно, капитально соврамше, в том смысле, что если он утверждает, что все положенные выплаты, в том смысле, в котором имел их Владимир Путин, совершены в Башкортостане, то это наглая ложь. Однако на этом доклад на тему COVID-19 не закончился, хотя со сцены и ушел Забелин. Доклад о ситуации с пандемией продолжила Римма Утяшева, та самая башкирская Терешкова, которая в прошлый раз упросила Радия Фаритовича ужесточить меры в отношении людей, нарушающих масочный режим. В этот раз Римма Амировна выступила с иной инициативой. Получив слово, впрочем, не сразу получив слово, опять там начались какие-то перебои со связью, но в конце концов Римма Амировна получила право голоса и слезно стала упрашивать дорогого Радия Фаритовича о том, чтобы он вернул режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Римма Амировна привела массу противоречивых и весьма жалобных аргументов в пользу этого решения. Она сообщила, что за неделю отмены ограничения для перемещения люди высыпали на улице, люди не соблюдают масочный режим, особенно пожилые не соблюдают комендантский час. И она очень переживает, как она выражила, за наших пожилых мусульман, особенно в преддверии праздников. В общем, конечно, Римма Амировна не оставила никакого шанса для пожилых жителей республики Башкортостан на разумность и вменяемость и стала упрашивать Хабирова ввести для них, обратно вернуть для них, вернее, вот эти вот ограничения на перемещение. Кроме госпожи Утяшевой, в этом выступлении участвовали еще два безымянных медика, их не стали обозначать по имени, отчеству и должностям. Они, собственно, просили о том же, о чем просила и Римма Амировна. В общем, упрашивали руководителя республики вернуть карантин для людей старше 65 лет. Хабиров выслушал эти воззвания, полностью с ними согласился, сообщил о том, что он вносит изменения в свой указ. И лица старше 65 лет со вторника теперь опять получают ограничения на перемещение. И Хабиров просил силы правопорядка обратить на это особое внимание. Мы наблюдали очевидное зарождение новой технологии по принятию непопулярных решений. Теперь непопулярные решения, видимо, будут исходить не от самого Хабирова, дабы не наносить ущерб его харизме и авторитету, а вот от всевозможных просителей вот этих вот терешковых обоих полов. Теперь граждане или их представители в госсобрании будут слезно упрашивать руководителя принять какое-нибудь неудобное, неприятное, непопулярное решение, а Хабиров будет нехотя соглашаться с ними, взывая к здравому смыслу. То есть вот таким образом отводится удар от руководителя республики, и он возлагается, ответственность за вот эти все вот нехорошие решения, на каких-то там безыменных терешковых, кем бы они ни были на самом деле. Подытоживая доклад о ситуации с пандемией, Хабиров сказал, что в стране заболеваемость не растет, ну, в соответствии с решением высшего руководства страны. Однако в республике Башкортостан растет. И действительно, в прошедшие сутки прирост составил 94 человека, и это рекорд для республики Башкортостан. Хабиров сказал, что он не будет загадывать, но надеется, что рост остановится. Однако, если мы внимательно посмотрим на графики роста заболеваемости по Башкирии, или, например, по городу Кумертау, мы увидим довольно тревожную ситуацию, и поймем, что, ну, ни о каком плато речь не идет, в Башкирии наблюдается абсолютно конкретно стабильный рост заболеваемости изо дня в день. И если Максим Васильевич не предпримет титанических статистических усилий, и не переведет всех заболевающих COVID-19 в категорию ОРВИ, то, конечно, этот рост остановить не придется. Но мы же видим, какими чудодейственными свойствами обладает министр здравоохранения в республике Башкортостан. Не умея лечить никаких заболеваний, этот человек умеет менять диагнозы. Соответственно, мы, наверное, в ближайшие дни увидим, если не резкое падение, то некоторое замедление заболеваемости хотя бы на бумаге. Вторым выступающим на оперативном совещании была Ленар Хакимовна Иванова, которой поручили отчитаться о контроле за лицами заболевшими и бывшими в контакте с заболевшими. Ленар Хакимовна, впрочем, продолжила свои традиционные заклинания о чрезвычайной важности и необходимости того, что она делает, сообщила парочку абсурдных цифр. Например, она сказала, что в периметре контактеров, то есть люди, которые контактировали с заболевшими, у нее на данный момент находится 3427 человек. Много ли это или мало, надо просто вспомнить цифру, которую буквально за несколько минут до Ивановой назвал Забелин. Забелин сообщил нам, что в республике 2155 заболевших. То есть, если мы соотнесем 2155 заболевших с 3427 человеками контактеров, мы поймем, что по версии Ленар Хакимовны у каждого заболевшего менее двух контактеров. На самом деле, конечно, этого быть не может. Я уж не говорю про количество родных, которых у многих людей достаточно много, но есть еще и иные контакты. Это магазины, это коллеги, это знакомые, друзья и так далее. По версии Ивановой, заболевшие COVID-19 в республике Башкортостан контактировали в среднем менее чем с двумя людьми. Это, конечно, абсолютный бред. Как и то, что сообщила Иванова о соблюдении этими людьми мер самоизоляции, она сказала, что 74% их соблюдают. Это, на самом деле, конечно, тоже неправда, но самое главное, что сказала Ленара Хакимовна, это то, что она собирается, цитирую, работать, продолжать до победного конца. Над кем собирается одержать победу Ленара Хакимовна или кому должен прийти конец в результате ее работы, она не уточнила, но, впрочем, обмолвилась о том, что в четырех соцучреждениях у сотрудников у нее уже обнаружен COVID-19. И это неудивительно, потому что тот лютый бардак, который творится в соцучреждениях Ленара Ивановой, его описать довольно сложно, но можно вспомнить о том инциденте, который случился на прошедшей неделе. Я говорю о видеозаписи, попавшей в интернет, на которой воспитательница одного из интернатов республики Башкортостан заставляет детей драться, биться, объясняет им, что если они не будут ее слушаться, то они станут бродягами и проститутками. В общем, дикая возмутительная история. Воспитательница эта или сотрудница вот этого социального заведения в Башкирии, как выяснилось впоследствии, вообще не имела права находиться на территории этого соцучреждения. В общем, конечно, об этой истории Ленар Хакимовна, безусловно, умолчала. Она не может рассказывать о таких единичных и малозначительных событиях. Значительно важнее называть какие-то совершенно бредовые цифры, тысячи и миллионы, которые она, собственно, тратит на свою деятельность. Хабиров подытожил краткий доклад Ленара Ивановой тем, что он не очень доволен тем, как развиваются события с масочно-перчаточным режимом Башкирии. Он сообщил, что, например, в нефтекамске жители и продавцы на рынках обходятся без масок. В Стрельтомаке почему-то работают торговые центры, и тоже в них не носятся маски. А в Ишимбае, Кумертау и Билибее менее 40% людей пользуются масками и перчатками. В ходе своего доклада Иванова обмолвивалась, что может доложить и о ситуации с занятостью и безработицей в республике, но Хабиров как-то так отмахнулся, сказал, что не надо о грустном, и продолжил про соблюдение этих масочных мер, потребовал, чтобы на периферии и в провинции республики усилили меры по внедрению и обязанности жителей носить эти маски и перчатки. Почему-то дальше перешел к разговору о Министерстве образования, видимо, решив объединить два доклада вместе. Хабиров кратко опросил Хажина, как идут у него дела. Хажин отчитался о том, что неизменно 86% детей в республике Башкортостан охвачены средним образованием дистанционно. Наконец-то 23 мая закончатся уроки и занятия у учеников начальной школы, а последние звонки решено проводить дистанционно. Это будет очень интересно, как дистанционно пройдут последние звонки и отменят ли торговлю алкоголем в этот день. Собственно, доклад Ивановой был последним на этой оперативке, на тему COVID-19, и дальше перешли к экономике. Третьим и самым большим докладом на этом совещании был доклад Андрея Назарова на тему введения второго пакета мер по поддержке и стабилизации экономики республики Башкортостан. Назаров напомнил, что первый пакет, который был оглашен практически месяцем ранее, содержал 58 мер, и этим пакетом воспользовалось более 14 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей республики. Задержку с введением второго пакета мер Назаров объяснил тем, что было необходимо синхронизировать эти меры с мерами федеральной поддержки. И до тех пор, пока правительство Российской Федерации не огласило очередные меры по поддержке экономики, было бы неправильно вводить меры республиканского характера. Ну, собственно, логика в этом есть. И теперь Назаров синхронизировал федеральные и республиканские меры. Второй пакет мер поддержки экономики республики содержит 38 пунктов по трем направлениям. Ну, основные три направления – это поддержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение бесперебойным функционированием реального сектора экономики и обеспечение работоспособности инфраструктуры региона. Ну, собственно, это, конечно, магистральные направления, а вот детали всех этих вещей, конечно, они более интересны. Самое главное, что сказал Назаров, это то, что в сфере поддержки предпринимательства и выделения определенных льгот и преференции существенно расширен перечень сфер деятельности. Ну, об этом заговорили после введения первого пакета мер и федерального, и регионального. И на данный момент добавлено, например, еще 18 видов деятельности, к 16 прежде упомянутым. Теперь этих видов деятельности 34, и они охватят 26 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей Республики Башкортостан. Ну, основными мерами, которые так и будут предприниматься в области поддержки предпринимательства экономики, является снижение налогов или полное освобождение от каких-то конкретных налоговых выплатов, отсрочка платежей при выкупе госсобственности, льготный лизинг, компенсация транспортных затрат и еще некоторые экзотические компенсации, например, некий валютный кэшбэк при первой поставке в новую страну. Но мы об этом чуть позже поговорим. Также Назаров сообщил, что в Республике создается специализированный фонд для поддержки предприятий. Ну, честно сказать, конечно, создание новых фондов в Республике Башкортостан всегда пугает порождением нового коррупционного механизма. Но посмотрим, что получится в этот раз. Впрочем, каждый раз, когда в предыдущих итерациях создавались некие фонды, ни к чему хорошему это не приводило. Совершенно непонятно, где там сейчас старые фонды, которые были, почему нельзя было задействовать их в виде механизма, там, собственно, какая разница, через какие расчетные счета гонять деньги. Где господин Сарбаев со своей корпорацией развития и так далее, и так далее, непонятно. Собственно, Сарбаева мы давным-давно уже не видим ни на совещаниях, ни в каком-то публичном пространстве. Или он капитально самоизолировался, или, в общем-то, его окончательно отстранили от участия в экономике Республики. Также Назаров разъяснил, что будет применяться вот этот 10-процентный грант для экспортеров, исполнивших экспортный контракт впервые в новой стране. Звучит это запутанно, на самом деле здесь очень простой и очень понятный механизм. Поощряться вот этой 10-процентной скидкой, условно говоря, возвратом 10-процентной стоимости контракта будет тот экспортер, который выходит на новый рынок экспорта. Ну, то есть, было бы глупо, например, сейчас возвращать 10-процентов экспорта соди или башнефти, которая там экспортирует традиционно нефтепродукты или продукцию содового производства, ну, в определенные страны уже много лет. Ну, в общем, это такая мера по поддержке нового экспорта. В части поддержки строительной сферы Назаров назвал меру по субсидированию процентной ставки ипотеки на новые квартиры, приобретаемой во втором квартале 2020 года. Оговорился, что для определенной категории граждан. К сожалению, Назаров не указал, о какой категории граждан идет речь. Если опять начнут субсидировать процентную ставку для самых бедных, то это опять превратится в какой-нибудь новый Миловский парк. Но, в принципе, это, конечно, разумная тема, и приобретать квартиры во второй половине 2020 года станет определенной категорией граждан, видимо, чуть-чуть легче. В области сельского хозяйства Назаров предусмотрел симулирующие меры для переработчиков сельскохозяйственной продукции. И отдельно Андрей Геннадьевич отметил, что все без исключения меры поддержки экономики будут действовать исключительно и только в отношении тех предприятий, которые сохранят 90% списочного состава работников от уровня 1 марта 2020 года. Я бы назвал эту меру ограничительной. Дело в том, что в моем представлении мало кто из предпринимателей сумеет удержать штатный состав на том уровне, который был 1 марта 2020 года. Либо в попытке сохранить вот эти 90% штата предприниматели будут вынуждены идти на некие фальсификации, подтасовки, фиктивные рабочие места и так далее. В общем, конечно, вот это условие, оно исходит не от Назарова, это насквозь идет от чрезвычайно напуганного ростом безработицы Путина. Я уже говорил о том, что Путин панически боится безработицы в стране. Прямо как заклинание повторяет вот эту вот обязанность сохранить 90% рабочих мест. Конечно же, этого не случится. Безработица в стране уже выстрелила, несмотря на то, что эффект в полной мере от этого кризиса еще даже не начал наступать, а безработица уже удвоилась. В ближайшее время мы увидим ее галлопирующий рост, и никаких 90% списочного состава, конечно, говорить не придется. Станет ли это непроходимым препятствием для реализации мер поддержки экономики, я не знаю. Но, на мой взгляд, именно вот этот фактор может стать причиной неисполнения обязательств по поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан и в России в целом. Далее последовал краткий молниеносный доклад Фазархманова Ильшата Илдусовича о ходе полевых работ. Став уже традиционным на каждой оперативке, он одновременно с этим становится унылым и скучным. Привычным образом Ильшат Илдусович сообщил о том, что сельское хозяйство, безусловно, остается последней надеждой экономики Республики Башкортостан, и он уже завершил 73% посева зерновых, накопил 77% минеральных удобрений, а Республика Башкортостан вышла на первое место по заимствованию и получению лизинга в Росагролизинге на сумму аж в 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Хабиров привычным образом пожелал успехов Ильшату Илдусовичу, а также повелел зачем-то дожимать эту тему. Судя по всему, вот этот термин «дожимать, выжимать и выкручивать» становится традиционным и применимым к любой сфере экономики Республики Башкортостан. Однако у меня есть опасения в том, что именно вот этот 1 миллиард и 200 миллионов лизинговых платежей, которых отчаянным образом насобирал Фазрахманов и станут тем самым камнем на ногах сельского хозяйства Республики, ведь эти деньги придется платить. А ситуации в экономике и в сельском хозяйстве в том числе не обещают улучшаться в ближайшие годы, а вот кредиты будут висеть на шее аграриев. В общем, на 1,2 миллиарда загнал Фазрахманов колхозников в долги. Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос о ямочном ремонте в Республике Башкортостан, о ремонте автодорог. Собственно, пришел уже сезон, и он уже, ну, как бы должен был начаться давным-давно, но вот все вот эти события, видимо, неким образом скомкали ситуацию. Докладчиком по этому вопросу, естественно, был председатель комитета по транспорту и дорожному строительству Морзаев Алан Викторович, и начал он с тех обязательств, которые были возложены на его ведомство ранее. А Морзаев напомнил, что оцифровать ямы на дорогах нужно было до 15 апреля, 50% ямочного ремонта нужно было выполнить на автомобильных и межквартальных дорогах до 15 мая, а 100% ямочного ремонта должны быть завершены к 15 июня. Морзаев честно признался, что обязательства на 15 мая не выполнены в полной мере. Было оцифровано 232 тысячи ям на общей площади 3 миллиона 414 тысяч квадратных метров, а отремонтировано на данный момент 99 тысяч 600 ям на площади 543 тысячи квадратных метров. Здесь очень интересный математический казус. Если по количеству ям Морзаев отремонтировал 43% от оцифрованного объема, то по площади ямы ему удалось отремонтировать только 16% от той площади, которую он заактировал. Он обещает, конечно, нагнать недостающие 7% в ближайшую неделю, что не очень представляется реальным, потому что довести 16% до 50% всего лишь за неделю довольно сложно. В качестве виновников в этой недоработке Морзаев называет нерадивые муниципалитеты и районы. Здесь я, наверное, согласился бы с Аланом Викторовичем в том смысле, что надо понимать, что сам комитет не в полной мере контролирует и не в полной мере может влиять на деятельность, например, ремонтных организаций в районах и муниципалитетах. Соответственно, он может только подгонять и заставлять их работать быстрее, но функционально комитет не имеет влияния на эти процессы. Тут есть и разрыв между платежами в том смысле, что плательщиками не всегда являются, скажем, источники в комитете и так далее. Но это все не оправдывает господина Морзаева в плане неисполнения поставленных перед ним задач. Впрочем, Морзаев отметил, что на региональных и межмуниципальных дорогах отремонтировано 62% дефектов, а на дорогах местного значения только 32%. К заслугам в области достижения 62% ремонта дефектов на дорогах Морзаев относит, видимо, чрезвычайные усилия управления дорожного хозяйства. И конкретно его соотечественника Артема Шамхалова, который возглавляет УДХ, с недавнего времени являясь исполняющим обязанности. Так вот, более чем на 50% отремонтированы дороги, например, в Уфе, в Кумертау, в Нефтекамске, в Салавате. Ну, по крайней мере, так звучит в докладе Алана Викторовича. Трудно очень оценивать эту ситуацию по факту, и я скажу чуть позже почему. Также Морзаев отметил, что в четырех районах республики Башкортостан сложилась возмутительная ситуация, потому что четыре этих района, а это Иглинский район, Илишевский, Баймакский и Калтасинский, вовсе не приступили к ямочному ремонту. В общей сумме на территории этих районов, впрочем, расположено, по мнению Морзаева, незначительное количество дефектов на дорогах, всего 7,5 тысяч на все четыре района, но районы не приступили к работам. Эта ситуация, конечно, тревожная, и Морзаев обещает, что в ближайшее время он взбодрит руководство этих районов, и они начнут чего-нибудь делать. Также к своим заслугам отнес Морзаев и то, что общий объем выполненных работ на данный момент по ремонту дефектов дорожного покрытия в 2,5 раза превышает тот объем, который был выполнен в 2019 году, в тот же отчетный период. Но тут сложно очень соотносить, потому что климатические периоды в 2019 и 2020 году наступили в разное время, и тут, на самом деле, трудно, наверное, сравнивать эти две цифры, является ли это сравнение объективным, оставим это на совести Алана Викторовича, но зададим два вопроса, которые неизбежно возникают в связи с докладом Морзаева. Во-первых, Морзаев обошел тему того, что оцифрованы все ямы в республике Башкортостан. Вот этого заявления не было сделано. Он нам назвал то количество ям, которое было оцифровано, 232 тысячи. А все ли это яма? Вот это вот неизвестно. Далее, естественно, возникает и второй вопрос. К 15 июня будут отремонтированы все дефекты на дорогах, или только те, которые оцифрованы в количестве 232 тысячи? Это на самом деле принципиальный вопрос, и от ответа на него уйти не удастся. Потому что если к 15 июня мы будем видеть все то же самое бедственное положение на дорогах, то никакими докладами и победными реляциями, конечно, отделаться не получится. А пока мы даже в Уфе вынуждены наблюдать достаточно жуткое состояние многих центральных дорог, Я в этом убедился на собственном печальном опыте. На прошедшей неделе, проезжая по бульвару Ибрагимова в центре Уфы, я абсолютно безнадежно порвал два колеса, два довольно дорогих колеса на своем внедорожнике. Очень сердился на дорожные службы Республики и Уфы. Но что же делать? Посмотрим, как эта ситуация изменится к 15 июня. Впрочем, Хабиров постарался поддержать Морзаева, назвал этот доклад промежуточным и дословно выразился о состоянии дорог следующим образом. «Я и сам все это осязаемо чувствую, да и люди особенно не жалуются на дороги. Но 15 июня вы должны доложить о завершении ремонта тех ям, которые вы оцифровали». Дословно вот так сформулировал Хабиров. Это еще раз меня наводит на тревожные мысли и вопросы, оцифрованы ли все ямы в Республике Башкортостан, либо заложена какая-то контрольная цифра. Ну и действительно хотелось бы понять, в каком таком прекрасном иллюзорном мире живет Хабиров, в котором жители перестали жаловаться на дороги, в этом мире существенно улучшилось состояние дорожного покрытия. То ли это очень хорошее амортизирующее качество японского внедорожника, на котором ездит Хабиров, то ли это особое искусство его водителей, которые умеют выбирать те дороги, на которых поменьше ям. Ну, в общем, конечно, подобное заявление ничего общего с действительностью не имеет. Далее в эфир оперативного совещания зачем-то выпустили Римму Юрьевну Бойцову, которая зачем-то сделала доклад о работе бизнес-шерифов. Римма Юрьевна совершенно безосновательно заявила, что особенно в период пандемии бизнес-шерифы стали востребованы. Непонятно, что они делали весь предыдущий год, но вот именно пандемия, видимо, из небытия извлекла эту странную структуру. Римма Юрьевна с жаром утверждала, что бизнес-шерифы активно реализуют пакеты мер по поддержке экономики. Бесконечно повторяла цитаты из доклада Назарова. При этом Бойцова отметила, что на инвестчасах количество инвестиционных проектов резко уменьшилось. Кроме всего прочего, Римма Юрьевна сообщила, что бизнес-шерифы, оказывается, несут еще и функцию контроля. 15 тысяч проверок совершили бизнес-шерифы в области санитарно-эпидемиологического режима. Ну, действительно, куда деваться? Сущность этой власти всегда сводилась к контрольным и карательным мерам. И вот бизнес-шерифы, не придумав ничего лучшего, взялись за то, чтобы контролировать и карать. Умирающий бизнес Башкортостана совершили 15 тысяч проверок. Я более чем уверен, что достаточно большое количество этих проверок закончилось либо штрафом, либо теплыми посиделками с коньячком. Но я не понимаю, кто возложил контрольные функции на людей, которые должны способствовать бизнесу, а не карать и проверять его. Резюмируя доклад Бойцовой, Хабиров опять погрузился в свой иллюзорный мир и сказал, что, дословно цитирую, «будем считать, что этот институт у нас корни пустил», он имеет в виду бизнес-шерифов, и сказал, что он слышит очень много слов благодарности за работу вот этого института. Ну, оставим это тоже на совести Хабирова. Я не знаю, откуда он черпает эти слова благодарности, судя по всему, из системы инцидент, где кроме благодарности, собственно, ничего быть и не может. Седьмым завершающим докладом оперативного совещания был доклад вице-премьера Муратова о промежуточных результатах мер по поддержке экономики. Этот доклад был максимально информативен, практически не содержал никаких теоретических рассуждений, и тем, наверное, он любопытен. Мы все пытаемся понять, насколько эффективны, разумны и рациональны те меры, которые предпринимает государство по спасению экономики России и Республики Башкортостан. А именно о спасении экономики идет речь, потому что тот экономический кризис, который постепенно накрывает Российскую Федерацию, он, пожалуй, самый масштабный в 21 веке и вполне себе может конкурировать с теми кризисами, которые вообще были в истории Новой России, потому внимание к подобным мерам и к их эффективности повышенное. В частности, Муратов сообщил, что созданный 9 апреля ситуационный центр получил несколько сот тысяч обращений, из которых непосредственно в сам центр поступило 15 тысяч обращений от представителей бизнеса, и практически все они обработаны за редким исключением, что в ближайшее время создается сайт, где, введя ННН, предприниматель или индивидуальный предприниматель или предприятие может в автоматическом режиме получить информацию о тех мерах поддержки, которые полагаются его предприятию. Это, на самом деле, очень разумная тема, потому что давать ответы по телефону, это уже как-то в 21 веке, особенно ответы, касающиеся справочного характера, это, конечно, достаточно глупо. Далее Муратов перешел к конкретным результатам тех мер, которые содержались в первом пакете, и сообщил, что уже на данный момент освобождены от аренды государственного и муниципального имущества 552 предприятия на общую сумму 337 миллионов рублей. Создана региональная факторинговая компания 12 мая. Основной функцией которой будет решение проблем неплатежей между компаниями и временный или постоянный выкуп каких-то долей. То есть это развязка ситуации с взаимными долгами и претензиями. Также Муратов сообщил, что микрокредитная организация уже выдала 88 займов на сумму 130 миллионов рублей. Гарантийный фонд Республики Башкортостан выдал 12 поручительств под кредиты на общую сумму 104 миллиона рублей. Региональная лизинговая компания, впрочем, не блистает результатами. С прошлого раза у нее так и осталась одна сделка на 6,5 миллионов рублей. И гордиться тут особенно нечем. Фонд развития промышленности поддержал 6 предприятий на сумму 111 миллионов рублей. Субсидировано сельскохозяйственных предприятий на сумму 316 миллионов рублей. А также в наступающий сезон предусмотрены довольно масштабные субсидии для сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются переработкой, а также субсидии в области приобретения племенного скота. Отдельно Муратов остановился на планах по субсидированию легкой промышленности. Вот здесь у меня есть легкие опасения в том смысле, что именно легкая промышленность, простите за тавтологию, может тяжким грузом лечь на экономику Республики Башкортостан, ввиду того, что, ну, по сути, крупных предприятий легкой промышленности у нас уже не осталось. А субсидировать мелких производителей легкой промышленности – это достаточно бесполезное занятие, мировая практика это показывает. Далее Муратов заговорил о результатах в финансовой сфере, и здесь они более конкретны и любопытны, чем абстрактное субсидирование абстрактных предприятий. Муратов сообщил, что за получением беспроцентных кредитов на выплату зарплаты обратилось 791 предприятие в Республике Башкортостан, и на самом деле это немного. На фоне того, что в Республике несколько десятков тысяч предприятий, всего 791 предприятие, обратившееся за беспроцентным кредитом, это немного. Общая сумма заявки составила 2 миллиарда рублей. Из 791 заявителя только 349 заявителей получили одобрение – 58%. На общую сумму – 932 миллиона рублей. И фактически на данный момент выплачено всего 291 миллион. То есть от 2 миллиардов заявок мы видим, что фактически выплачено на данный момент только примерно 15% этих заявок. Это немного. С чем это связано, я до конца не понимаю. То ли это некие уловки банков, то ли предприятия не в состоянии составить правильные документы, то ли действительно предприятий, которые имеют право претендовать на эти беспроцентные кредиты, на самом деле немного. Напомню, что есть непроходимые условия по сохранению численности работников, и одно из условий еще – это отсутствие налоговой задолженности. В условиях жесткого кризиса, конечно, исполнить оба этих обязательства достаточно сложно. Также поговорили о реструктуризации уже существующих кредитов. Физлица в Республике Башкортостан за истекший месяц с небольшим обратились за реструктуризацией кредитов в 100 тысяч раз. То есть 100 тысяч обращений, 100 тысяч человек обратились за реструктуризацией личных кредитов, и только 61% из них получили одобрение. Речь идет не об отмене кредитных обязательств, а их реструктуризации, продлении срока кредита, снижении процентов и так далее. От малого и среднего предпринимательства и вовсе поступило всего 2300 обращений, что ничтожно мало, и из них одобрен еще меньший процент, 53% только из них получили возможность реструктуризировать свои кредиты. Муратов подытожил общий объем помощи в области поддержки экономики и сообщил о том, что, по его мнению, суммарная помощь прямых выплат, субсидий, налоговых послаблений, отмена арендных платежей и прочих и прочих мер составила 13 миллиардов рублей. То есть предполагается, что Муратов фактически уже выполнил первый пакет мер. Напомню, что объем первого пакета, как и второго пакета, составляет 15 миллиардов рублей. Но так это или не так, покажет время. Хотелось бы периодически получать информацию о том, насколько объемно и эффективно осуществляются вот эти меры, насколько они действительно воздействуют на экономику и бизнес республики. Было бы неплохо получать и обратную связь от самих предпринимателей, потому что мы же знаем, что доклады правительства и вот эти все статистические выкладки это весьма лукавые вещи. И действительно ли они работают и приносят эффект, особенно учитывая, что суммы осигнований на эти меры огромные, колоссальные. Действительно, тут надо признать, что общая сумма в 30 миллиардов рублей это гигантская цифра, которая где-то уже существенно в рамках бюджета республики Башкортостан. И я прекрасно знаю, с каким ужасом на самом деле вот эти потери бюджетных поступлений, прямые выплаты воспринял Минфин республики, как непросто было адаптировать вот эти новые меры к тому бюджетному правилу, которое уже существует на данный момент. Я знаю, что даже в бюджетном комитете Госсобрания республики Башкортостан люди были в ужасе от того, что предлагает правительство, в том плане, что те цифры, которые должны были перекочевать из одной строчки бюджета в другую, оказались колоссальными. Так вот, хотелось бы, конечно, понимать реальную эффективность предпринимаемых мер. Поживем-увидим, как говорится. Хабиров тоже подытожил доклад Муратова достаточно мажорно, сказал, что все неплохо и грамотно, и цифры хорошие. Ну да, цифры-то, конечно, хорошие, но вот результаты посмотрим чуть позже. Завершая доклад Муратова, Хабиров почему-то вспомнил о нацпроектах. В частности, он сказал, что напоминаю, что нацпроекты никто не отменял, и обращаю на это внимание. Конец цитаты. И действительно, конечно, нацпроекты в Российской Федерации никто не отменял. Я думаю, что еще не раз федеральное правительство спросит с региональных об исполнении этих национальных проектов. Однако перспектива успешного исполнения национальных проектов, пожалуй, нулевая в Российской Федерации, потому что, повторюсь, кризис, который накрыл страну, безусловно, перечеркивает те грандиозные планы, которые были выстроены на цене на нефть в 60 с лишним долларов, на потребление газа, которое катастрофически снижается сейчас в Европе, по крайней мере, из российских источников и так далее. Мы должны отдавать себе отчет в том, что реальность действительно изменилась, и изменил эту реальность вовсе не коронавирус. Как бы ни хотелось это представить Первому каналу и прочим пропагандистским источникам, эта реальность изменила то, что 20 лет экономика Российской Федерации была подчинена узкому кругу лиц, эксплуатировавших ее исключительно в личных целях. Эта реальность изменилась потому, что мировому сообществу надоело то, как Россия ведет свои дела. Эта реальность изменилась потому, что изменилась технологическая картина мира, а Россия так и осталась еще в 20 веке в части вот этого энергетического величия. В общем, нам остается только смотреть на это, понимать, что происходит, и вовремя уворачиваться от тех угроз, которые нам, собственно, уготовило и российское правительство, и, в общем, власть в целом Российской Федерации Башкирии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова